Душа Баяна Утром 27 октября пошел дождь. Словно небеса скорбили вместе с теми, кто в это время собрался у памятника Докукину, чтобы почтить память погибших зверевчан-участников СВО. О подвигах стихи слагают, о славе песни создают. Герои никогда не умирают. Герои в нашей памяти живут. Уважаемые присутствующие, сегодня мы собрались на городской акции «Сад памяти». Наш гражданский долг помнить подвиг русских солдат, отстоявших независимость нашего государства. Но еще более важно передать по наследству память о святом героизме тех ребят, участников специальной военной операции на Украине, которые сделали свой выбор и пошли защищать нашу Родину. Ее суверенитет, ее независимость, будущее наших детей и внуков ценой своей жизни. Неугасима память поколений и память тех, кого мы свято чтим. Давайте вспомним на мгновение и в скорби постоим и помолчим. В память всех павших объявляется минута молчания. Уважаемые присутствующие, акция «Сад памяти» в нашем городе проходит уже не первый раз. Каждым посаженным деревом мы соединяем нынешние и грядущие поколения, вечно живущие памятью о сегодняшних героях. И сегодня каждое посаженное дерево будет нести имена погибших наших земляков, принявших участие в СВО. Приглашаем участников приступить к посадке деревьев. Представители администрации города вместе с главой администрации Александром Лотаревым, депутаты Зверевской городской думы и ее председатель Светлана Бушланова, работники управления ГО и ЧАЭС, казачество, волонтеры объединения движения первых, неравнодушные зверевчане и, конечно же, близкие погибших воинов, не просто создавали новую аллею памяти, а увековечили страницу истории нашей страны, именами тех, кто навсегда останется в сердце зверевчан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И отопление, и плита, и мобильная баня – такие чудо-печки делают будущие сварщики. А пока студенты третьего курса торгово-промышленного техникума имени Ермина на своих практических занятиях. Похолодало, а значит, надо быстрее завершить очередную партию печек-буржуек для наших бойцов СВО. Еще в прошлом году студенты и сотрудники техникума решили помогать фронту не только сбором традиционной гуманитарной помощи, но и профессиональными умениями. Печки у нас хорошие в том плане, что у них высокое КПД. Внутри сделана система ходов для дыма, чтобы не просто огонь в трубу выходил, а задерживался и грел. То есть по отзывам ребят СВО ставят туда свечи окопные, специальные вот эти восковые, и довольно-таки даже одной свечкой отопить печку можно. То есть если нету дров, всяких проблем хватает. Одна такая печь способна обогреть до 12 квадратных метров, приготовить пищу и стать баней для наших военных. Первую пробную модель мастер производственного обучения Вячеслав Скворцов изготовил самостоятельно, внеся свои изменения. Чертеж, который мы нашли в интернете, он был чуть-чуть другой, нам пришлось его, как сказать… Модернизировать, да? Да, в том плане, чтобы у нас выходило из листа три печки. То есть с листа металла стандартного у нас выходят три печки. В принципе, все сделали, и все пошло, все нормально. Ребята, как откликнулись? Они же узнали о том, что куда эти печки? Интересно, им очень интересно. Сами занимаются, вот сейчас вот показал, попробовали, все сейчас пошло. У них очень, скажем так, большой энтузиазм в этом деле, им нравится. Отработка швов идет в разных положениях, вот, то есть довольно-таки нормально. Это и практика, и польза? Само собой, да, и практика, и польза для наших ребят там на СВО. Ребята старательно трудятся над будущей печкой. Брак в работе – недопустим. Когда преподаватели рядом, вообще трудностей особо и не возникает. Правда, косячим иногда, но как бы справляемся с поставленной задачей. Это полезно. Это почему бы и нет. Желание больше стало? Да, да. Захотелось больше сделать. Это интересно. Как когда-то в тылу, помогая фронту, за станки встали женщины, так и сегодня в техникуме наравне с юношами выполняет тяжелую работу девушка. Они мне помогают во всем переносить. Если что-то не получается, то показывают, как правильно сделать, и трудностей не возникает. А вы как отнеслись к тому, что печки эти, которые вот сейчас вы делаете, будут нашим ребятам, участникам СВО? Ну, такие чувства были, что мы можем помочь хоть чем-то, поэтому мы стараемся как можно больше сделать их. Кстати, всего руками студентов уже сделана 41 печь, которая стала незаменимой для наших ребят в условиях боевых действий. Вновь в городе Зверево стартовал самый душевный конкурс страны – Всероссийский фестиваль «Душа Баяна». В среду, 25 октября, в СКЦ «Маяк» состоялось его открытие. Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также организационной и информационной поддержки Министерства культуры Ростовской области и администрации города Зверево. В очередной раз к нам в город прибыл художественный руководитель и основатель фестиваля «Душа Баяна» заслуженный артист России Сергей Войтенко. Баян, Баян, душа в Север-Россия волнует сердце постоянно. Мы любим русский наш Баян, Россия – Родина Баяна. Мы уже проехали в этом году Уральский федеральный округ, Северокавказский федеральный округ и вот приехали к вам. Буквально мы были там неделю, 10 дней назад, там тоже есть замечательные уже победители, которые уже стремятся на суперфинал Москвы в следующем году. И наша с вами задача сейчас, сегодня найти ваши самородки и самородки Южного федерального округа. И, конечно же, определить лучших из лучших, которые поедут в Москву на суперфинал и будут участвовать в большом галоконцерте, который состоится на одной из центральных площадок Москвы. И вы своих земляков, те, которые победят, уже в итоге увидите по телевизору. Ну а сейчас только все начинается, поэтому я желаю всем участникам фестиваля удачи и хорошего настроения. Душа Баяна в Южном федеральном округе объявляет открытым. В течение двух дней, 25 и 26 октября, с самого утра до позднего вечера, проводились конкурсные прослушивания по всем жанрам и направлениям исполнительского искусства. Всего по 12 номинациям. За это время творчество около 150 участников из разных территорий Южного федерального округа оценивало профессиональное жюри под руководством художественного руководителя Всероссийского фестиваля «Душа Баяна» заслуженного артиста России Сергея Войтенко. А в пятницу, 27 октября, состоялся концерт победителей зонального этапа фестиваля. Также в этот день гости из Москвы провели мастер-классы. В это время шла репетиция гала-концерта. В фестивале «Душа Баяна» участвуем уже второй раз. В прошлом году мы участвовали, заняли первое место в номинации вокально-инструментальный ансамбль. Поехали в Самару на гала-концерт, на финал конкурса «Душа Баяна». Заняли первое место. К нам в город Торец, это Донецкая Народная Республика, приезжал Сергей Войтенко со своим концертом. И после мероприятия я к нему подошла, рассказала немного о себе, взяла автограф, и он пригласил меня поучаствовать в фестивале. Я, конечно же, с большим удовольствием согласилась. Своими впечатлениями о новой встрече с городом Зверево и о фестивале поделился Сергей Войтенко. Зверево, как всегда, встречают очень душевно, очень радушно. И город, в который мы приезжаем уже не в первый раз, я, по крайней мере, здесь был и не только с фестивалями, но и с концерками. На День города я приезжал, я сочинил для вас песню для вашего города с днем рождения Зверева. Так что мы с удовольствием в очередной раз сюда приехали. А в целом, как фестиваль вообще продвигается в этом году? Какие результаты вам показывают? В этом году, как всегда, потрясающие результаты. Вы увидите это все на галоконцерте. Мне очень радует, что вот как раз за мной сейчас девочка репетирует. Она из новой территории, из Донецкой Народной Республики. Она совершенно потрясающе прочитала прозу. Вот она сейчас тоже репетирует это. У нас прям до мурашек аж. У нас, кстати, одно из условий, критерий, точнее критерий оценки, это чтобы мурашки были. Но у меня мурашки искренне возникли. Я их специально не вызывал, но как-то вот она здорово сделала это. И вообще у нас критерий – это яркий концертный номер. Поэтому мы отбираем тех исполнителей, которые действительно могут воздействовать на публику по-настоящему как артист. Это могут быть и дети, это могут быть и взрослые, могут быть профессионалы-любители. У нас нет ограничений в фестивале вообще никаких абсолютно. Ни по жанрам, ни по возрастам, ни по профессиональным качествам. Поэтому у нас на сцене, на галоконцерте победители очень часто появляются… То есть дети выиграют у взрослых, а любители у профессионалов. Потому что, еще раз повторю, самый главный критерий – это яркий концертный номер. То есть чтобы мы зрителю доставили удовольствие. Ведь что самое главное у зрителя, когда приходит в зал? Это получить удовольствие. Он купил билет или пришел бесплатно, но он хочет получить удовольствие. Поэтому наша задача – дать ему тех самых артистов, которых он хочет увидеть. Ну и, конечно же, самая главная задача – найти самородков в стране, которых мы потом приглашаем уже победителей со всех регионов. Вот здесь тоже будут победители. Будет гран-при, будут первые места. И вот первые места и гран-при поедут уже в следующем году на суперфинал. У нас 9 федеральных округов. В каждом регионе побеждают 10-12 коллективов или солистов. Получается, 100 с лишним самых ярких исполнителей съедутся со всей страны для того, чтобы побороться за самый главный приз. Участие в большом концерте, галоконцерте со звездами российской эстрады. И земляки их увидят на телевизорах. Зверевчанам повезло раньше остальных увидеть творчество лучших исполнителей на галоконцерте, где их ожидало еще много различных приятных сюрпризов. Полностью эту программу мы покажем в ближайшее время. Следите за нашим анонсом. С конца прошлого тысячелетия, а точнее с 1997 года, в России ведется регистрация прав на недвижимость. Но, тем не менее, и по сей день довольно часто встречается незарегистрированное имущество. Некоторые граждане не спешат в БТИ. Напрасно. По действующим законодательству Российской Федерации все объекты недвижимости подлежат обязательной государственной регистрации. Самовольно построенные строения могут быть снесены по решению суда. Таким образом, во избежание неблагоприятных последствий граждане, у которых имеются самовольно построенные или реконструированные объекты недвижимости, в том числе и гаражи, могут обратиться за изготовлением необходимой документации для дальнейшей регистрации права собственности в Зверевский филиал ГБУРО «Государственная БТИ», которая расположена по улице Рижская, 15. Наш телефон 8-863-55-4-11-95. Кстати, Зверевский филиал Центра содействия развитию имущественно-земельных отношений, а в просторечии БТИ осуществляет много различных работ. Технический паспорт, поэтажные, ситуационные планы, справки о проценте износа, о наличии и отсутствии печного отопления, о некапитальном строении, об участии или неучастии в приватизации, сведения о праве собственности на объекты недвижимости зарегистрированы до 2000 года, об уточнении площади объектов недвижимости, об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке, выдача дубликатов правовой и иной документации, проведение кадастровых работ, технические планы, акты обследования о сносе объектов, заключение о движимом и недвижимом имуществе и консультационные услуги. Сегодня рынок услуг по работе с земельными участками и объектами недвижимости насыщен, но приоритет в этой отрасли по-прежнему справедливо отдан специалистам БТИ. Прежде всего потому, что здесь есть архив с 1953 года, где хранится вся документация, необходимая для выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства. Обратившись в БТИ, а не в коммерческие организации, вы точно избежите таких весьма неприятных ситуаций. Задвоение прав на объекты недвижимости, наличие зарегистрированных прав в БТИ до 2000 года и наличие вновь зарегистрированного права в Росреестре после 2000 года. Задвоение объектов недвижимости, а именно осуществление повторной постановки объектов недвижимости, которые ранее уже поставлены на кадастровый учет по техническим паспортам, подготовленные в БТИ до 2013 года, что в дальнейшем приведет к судебным тяжбам. К тому же в последнее время услуги БТИ на выполнение кадастровых работ подешевели. Государственная БТИ работает по прозрачным государственным расценкам, утвержденным Минимуществом Ростовской области. Наши цены твердые, не увеличиваются в процессе работ и даже ниже, чем у коммерческих организаций и иных предпринимателей. Позади остались полные 9 месяцев 2023 года, а значит, пора подвести итоги. Этому были посвящены два основных вопроса повестки дня очередного заседания Зверевской городской думы. Начали с информации о ходе реализации муниципальной программы поддержки казачьих обществ города Зверево за истекший период текущего года. В городе существует два учреждения со статусом казачья. Это был СОЖ номер 5 имени Платова. В настоящее время, как вы знаете, находится на капремонте. Но там также все заложено и в дальнейшем все это будет воспроизведено. Там чисто будут такие интересные моменты в будущем. Ну и этаж целый посвящен казачеству и так далее. Некоторые моменты там будут развиваться и в дальнейшем. Также МБУ детский сад «Белочка» тоже казачьей направленности. Ну также вы знаете, что был и он этот детский сад «Алмаз». В свое время тоже мы получали саду с казачьим. Но сейчас в связи тоже с определенными событиями он как бы номинально есть, но в действительности нет. Заместитель главы администрации по административно-правовым вопросам Виталий Астахов рассказал об основных направлениях работы казачьих обществ. А это возрождение казачества, идеологическая работа, патриотическое нравственное воспитание молодежи и так далее. В том числе обеспечение правопорядка в городе. На текущий период казачья дружина совместно с отделом полиции и дислокация города Зверево участвовала в документировании 12 административных правонарушений. То есть это по их информации они выявили, сообщили в полицию и те задокументировали. Также приняли участие в 191 оперативно-профилактическом мероприятии и 34 раза оказывали помощь отделу полиции в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Обеспечивали охрану памятников в период с 29 по 10 мая. Обеспечивали охрану общественного порядка при проведении последних звонков ИГ и Дня знаний при проведении выборов. Также полностью была задействована дружина. Дежурили на всех избирательных участках на весь избирательный период. Ежедневно принимают участие в патрулировании общественных мест бульвара Колесникова, сквера возле храма городского парка, а также из дорожной станции город Зверево. Участники заседания внесли предложение по данному вопросу. Вот к нам в центр ходят пожилые люди, инвалиды. Можем ли мы с вами проводить какие-то совместные культурные мероприятия с казачеством? Да, можем приглашать. Вы тематически, а почему нет? Я смотрю, да, хорошо, дети, прекрасно. Ну, пожилые люди у нас тоже. Забывать о них не надо, я согласен с вами, да. Мне Василенко Вячеслав Николаевич задал вопрос, ну, не вопрос, но пожелание, что да, у нас одно только учебное заведение, ну, образовательное учреждение имеет статус казачьего, да. Ну, несмотря на это, у нас там и садиков, и детские, это школьное образовательное учреждение. И он, смотрите, чтобы оно было у вас не одно. Работу депутатов продолжил также отчет за 9 месяцев текущего года, только уже об исполнении бюджета города. Исполнение бюджета за 9 месяцев по доходам составило 653,9 млн. рублей, или 66,5% годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом, объем доходов снизился на 32,2 млн. рублей. В снижении объясняется отсутствие межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в сфере здравоохранения в связи с передачей муниципального бюджетного учреждения Зверевская городская больница в госсобственность, и, соответственно, все трансферты, которые были на ее содержание, в город теперь не поступают. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 179,6 млн. рублей, или 78% годовым назначением. В сравнении с аналогичным периодом, объем поступлений налоговых и неналоговых доходов увеличился на 38,7 млн. рублей, или на 27,5%. Межбюджетные трансферты за отчетный период поступили в бюджет города в объеме 474,3 млн. рублей, со снижением на 79 млн. рублей, по озвученной уже причине. Расходы бюджета за 9 месяцев исполнены в объеме 637,1 млн. рублей, или 62,6% годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом, объем расходов снизился на 52,1 млн. рублей. По-прежнему, наибольший удельный вес расходов бюджета приходится на социальную сферу. Большое значение для города имеют налоговые поступления. От этого зависит наша доходная часть бюджета. Что мы своевременно оплатили. До 1-го, до 1-го, до 1-го еще остается больше месяца, поэтому время есть, но нужно время об этом напомнить. Информируем заявителей города Зверево. В МФЦ возможно распечатать и заверить социально значимые документы из личного кабинета госуслуг. Портал госуслуги позволяет получить множество документов в электронном виде. Это могут быть справки, свидетельства, выписки. Такой способ удобен и позволяет не посещать лично различные государственные учреждения. Но цифровые документы подписываются электронной подписью. И при самостоятельном распечатывании не имеют юридической силы. Теперь эта проблема решена. В МФЦ города Зверево действует услуга получения результатов оказания услуг от ЕПГУ. Суть услуги заключается в следующем. Заявитель самостоятельно обращается на портал госуслуг за получением какого-либо социально значимого документа. И после получения результата в электронном виде может получить в МФЦ его печатную форму, заверенную электронно-цифровой подписью Министерства цифрового развития РФ. Так документ сохранит юридическую силу наравне с оригиналом. Услуга бесплатная. Заявителю нужно лишь один раз посетить МФЦ, чтобы забрать результат. При этом срок получения результата по услуге значительно сокращается. Для того, чтобы получить бумажную копию документа, необходимо перейти в раздел «Заявление» личного кабинета госуслуги, выбрать заявление, к нему должен быть прикреплен файл в формате PDF. Рядом с заявлением появится подсказка «Бумажная копия в МФЦ». Записать номер заявления и обратиться в МФЦ. Назвать сотруднику номер заявления и предъявить паспорт. Получить бумажный документ, заверенный печатью МФЦ. Распечатать в МФЦ можно следующие социально значимые документы. Сведения из ЕГРН, справка о наличии отсутствия судимости или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, справка о наличии отсутствия административного наказания за употребление наркотических веществ, сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, справка о размере пенсии и иных социальных выплат на дату, справка, подтверждающая право на получение социальных услуг, справка о выплатах с ФР за период, свидетельство о регистрации по месту пребывания, свидетельство о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего гражданина, недостигшего 14-летнего возраста и многое другое. В рамках реализации программы «Пушкинская карта» Краеведческо-музейный отдел Центральной городской модельной библиотеки имени Шолохова для учащихся 8 класса школу номер 1 подготовил и провел «Краеведческую игру-экскурсию в поисках музейных сокровищ». Библиотекарь Татьяна Федорова подготовила для участников мероприятия уникальное сочетание игры и познавательного процесса, в ходе которого происходило знакомство с музейными экспонатами и историческими фактами родного края. В этот день участникам игры пришлось отвечать на вопросы интеллектуальных викторин, разгадывать множество сложных исторических загадок и головоломок, по описанию найти музейные экспонаты, отгадывать ребусы, проявляя свою находчивость и смекалку.